я дымовой кузьмой зовут кузькой можно кузенькой всем здравствуйте сегодня ремонтируем блок питания но он сегодня настолько простяцкий тут проводов даже 4 пин нету тут 20 пин 4 пин на процессор отсутствует облачин да у нас древний древний мамонт вот такой вот golden power на 250 ватт спросите вы кому он нужен ребята поверьте мне нужен самое главное что по 5 вольтовой линии здесь 25 ампер по 12 вольтовой линии 13 ампер это мне самое главное надо по 12 вольтам мне потребуется всего лишь 6 ампер максимум а по 5 вольтам ампер 16 не больше так вот что интересно в этом блоке питания так включен тумблер давайте посмотрим подключаем питание тумблер включен все тесты будем проводить вот такой платой помогалочкой описание как она работает смотрите в правом верхнем углу подключаем через 20 пин колодку вот и подаем питание включаю пилот и смотрите видели при включении когда подали сюда 220 вольт как раз в этот момент скачка поднялись напряжение на блоке питания сейчас видно что напряжение не подняты ps он отжат то есть он на землю не посажен включаю ps он на землю видите блок запустился все напряжение поднялись вентилятор хорошо так вентилирует хорошо дует отключаем все окей отключается опять выключаем смотрите у него как бы происходит автостарту блока питания при подаче напряжения вот формально включая кнопку пилота мы подаем питание вот сюда что включаем вилку еще рассмотрим и все зажглись светодиоды об об все загораются 12 вольт 5 вольт шина питания 33 вольта но дежурка соответственно понятно что загорается вот это только не поднимается power good еще рассмотрим и кстати помимо всего этого слышен подозрительный вереск ну понятное дело я предполагаю что проблему нас дежуркой не будем тянуть кота за причинное место поэтому разбираем блок и так кто не шарит в ремонтах вот подобных блоков питания до сразу подскажу на что надо обратить внимание первое но понятно вспученный конденсатор мы не менее мы будем менять это понятно вот на втором месте в горячей части обязательно проверяем литик в дежурной части да обязательно потому что вот этот литик когда начинает усыхать начинается разнос дежурки поэтому первым делом проверяем вот этот литик второму на втором месте по криминалу у нас стоят вот эти литики в горячей части раскачки силовых ключей вот они силовые два ключа на каждый ключ по одному конденсатору эти конденсаторы примерно на 2 и 2 тире по моему 20 микрофарад 50 вольт то есть сюда можно ставить смело всегда около 10 микрофарад не промажете вот эти два литика обязательно проверяем очень часто к особенно когда плата перегревалась эти литики выходят из строя прям берите на вооружение вот эту тему так а чего может быть автостарт я предполагаю все таки надо по выходному питанию у нас какие-то проблемы плюс возможно еще у нас шинка запитывается не от 5 вольтовой линии вот это 5 вольтовой линии этот диод 5 вольтовой линии и идет потом выпрямитель потом сглаживающий сглаживающий дроссель потом еще один конденсатор и пошла вот дежурка 5 в sb это синий оси рей это сиреневый провод сама же телка запитывается высоким напряжением порядка там 12 тире там по моему 22 вольта если я не ошибаюсь вот и у нас вот с этого трансформатора дежурного напряжения есть отдельная есть отдельная обмотка который идет через вот этот наверное по всей видимости вот этот диод выпрямительный там маленький ток и вот на этом конденсаторе 47 микрофарад 50 вольт выпрямляется это питание подается через резистор по всей видимости вот этот наверно резистор я не могу конкретно сказать сейчас я не разбирался схемы все прям вот скрыл на горячую показываю вероятнее всего вот этот резистор через этот резистор низкоомные там порядка 10 там 30 ом запитывается шимка вот этим напряжением возможно из-за того что вот этот кусок конденсатор колбасит шимку да и она уходит в автостарт возможный такой возможный такой что как-то каким-то образом не на ключи то нет они не запустятся сами без пояса он ключи не запустится то есть вот эти конденсаторы по идее не должны влиять на автостарт вот такое предположение у меня виноват по всей видимости вот этот литик который питает шим контроллер по всей видимости что-то ему не нравится но то что выходной литик 5 вольтовой дежурки в избе но не знаю мы можем проверить какое сейчас питание по 5 в избе насколько высоки пульсации дайте это замерим посмотрим что происходит на 5 вольтовой линии так я подключил провод питания сейчас включу вот этот тумблер видите он выключен и смотрите я что заметил даже вентилятор начинает вращаться вот подаю питание просто вот он запускается все останавливается кстати сейчас перестал жужжать блок питания удивительно что пропали шумы а нет чуть-чуть жужжит жужжит так подключаем на резистор нагрузки дежурки и проверяем переводим на отце и и делаем замер 5 вольтовой ну давай лучше показывать что плохо показываешь 5 вольтовой линии это в избе смотрите пульсации больше пол вольта 500 мили вольт это практически пол вольта до больше чуть 535 ну сильно видно шумы до идут какие пульсации работать без схемы как как узнать где какое питающее напряжение приходит на шин контроллер ну элементарно один щуп кидаем в минус по молек суда а вторым щупом ну я взял минусовой ищем да вот этот резистор как я сказал он питает шинку так секунду вот так я предполагаю что он питает шинку смотрим здесь питание 24 8 вольта то есть у нас вот она нога питания 24 и 8 вольта приходит на шинку то есть наш резистор вот он который стоит в цепи питания шин контроллера вот наш диод 25 вольт а вот наш конденсатор фильтрующий давайте посмотрим какие здесь пульсации на питание шин контроллера да так значит минус щупа я кидаю на минус а плюсом становлюсь на ногу шин контроллера и видим пульсации ну пульсации в принципе сносные но если уменьшить временной интервал так секунду так 5 вот мы видим пульсации что в принципе так в принципе как вот ну 400 миллимилли вольт но это не так много наверное немного но но все же есть я предлагаю проверить проверить эти два литика выходных так производим проверку вот этих литиков это чистая 5 вольтовая в 5 всб так он на 680 микрофарад 16 вольт но он вспученный да он чуть спущенный видно ладно проверим и вот этот кондер чик по питанию шин контроллера его надо проверить он на 47 микрофарад 50 вольт сейчас мы проверим так и стоп и еще сама дежурка вот этот плитик дежурки его обязательно не доверяю ему не доверяю он на 1 микрофарад 50 вольт кто заметил я вот этот тестер не так часто показывают да но он у меня считаю как того хорош и образцовый я им пользуюсь только в специальных случаях когда мне что-то надо действительно замерить для простых случаев для замеров конденсаторов особенно вот блок в питании я пользуюсь вот этим потому что он хорошо показывает видно хорошо на видео какие тут значения на том хуже видно на видео поэтому я всегда на показ работаю этим тестером так вполне вполне годный литик в дежурочке на 1 микрофарад и к нему претензий нет так едем литик который стоял питание шин контроллера и он тоже вполне годный все отлично к нему претензий нет хотя пульсации были там 400 350 милливольт да не есть хорошо а вот дежурку проверяем как раз конденсатор 5 всб но он и визуально в принципе виден но полностью вот мертвый да даже тут нечего говорить замена но я поменяю на 1000 микрофарад еще забыл сказать у дежурки у дежурки у 5 всб 2 конденсатора один мы выпаяли да он спущенный был а второй через дроссель идет потом вот через эту перемычку и уходит вот сюда на этот кондер чик этот конденсатор на 330 микрофарад потом дальше стоит нагрузочный резистор и уходит вот на 5 всб голубой сиреневый провод так мы вот этот конденсатор надо его тоже проверить по идее как бы ну не гоже оставлять такой кондер он 330 микрофарад мы сразу и не увидим что он вышел за пределы своих как говорится возможностей его обязательно надо будет прозвонить все-таки 330 микрофарад видите 16 вольт каких нас вольт 6 и 3 вольта набрал 30 30 микрофарад 6 3 вольта удивительно что на 63 вольта еще стоит вставляем на прозвонку смотрим он вполне вполне годный а нет утечка 47 видите да смотрите если хороший а вот утечка большая пять процентов это много это многовато для конденсатора такой емкости ну вот меняем 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 это все меняем так возвращаю конденсаторы вот эти обратно которые мы не будем менять я не всегда меняю конденсаторы если они в порядке человек менять обратно питание шим контроллера возвращаем на место вот а для дежурки я решил все такими дежурка то будет холостом режиме сюда работать она мне нужна будет поэтому я 47 микрофарад 16 вольт сюда впаиваю потому что дежурка я еще раз повторю будет работать в холостом режиме то есть там будет нагрузку только нагрузочного резистора а на выход 220 микрофарад вот 25 вольт у меня есть и все на этом с дежурочкой мы закончим и будем смотреть результат будет автостарт не будет автостарт какие пульсации у нас теперь будут и тому подобное запаиваем все с нашей любимой кариночкой отлично так откусываем хвосты нам они не нужны хвосты хвостики так все теперь подключаем подпаиваем обратно провода и будем проверять будет ли автостарт и будут ли пульсации ремонтов я сделал такой провод так короткий чтобы включать в розеточку и вот этот вот колодочка ну для удобства вообще но огонь я не знаю тем более когда я проводишь эксперименты до когда интересно чего не там познать ну вот такую колодку иметь просто не не знаю за счастье такую штуку можно выпаять с любого в принципе старого там ненужного телевизора который идет там на свалку да на раздербан телевизор провода на обжиг сдаем на медь кстати медь в цене еще сейчас там по моему 650 рублей килограмм за за килограмм 150 рублей и кофе выкидывать что или нет обожгли издали лишняя денежку она не помешает так подключили ну проверять так подключаем на дежурку щуп и включаем кстати автостарт остался вентилятор вращается так дежурку у нас ну отлично практически пульсации нет холостом режиме так а вот если мы запускаем блок питания шум и поперли и поперли я бы сказал большие шумы хотя у нас тут в принципе все в порядке ну вот такой шумный по ходу этот самый такой блок питания шумный так проверим пульсации на 12 вольтовой линии по 12 вольтовой линии в норме 70 милливольт но это в холостом режиме здесь у нас пульсации чуть завышенные в холостом режиме по 5 вольтам и по 3 3 вольта тоже высокие пульсации высокие 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 для 70 милливольт а хотя нет ну да 870 до для 5 вольтовой линии это высокие пульсации все окей вырубаем проверяем дальше куда двигаем движемся дальше случае на самом деле неординарный и первый раз я с ним сталкиваюсь так вот значит и вот эти литики они ну никак не могли влиять на это на запуск блока до авто старт производить потому что они начинают работать тогда когда ключи запускаются а ключи запускаются после разрешения шим-контроллера и тогда я начал думать так ну наверное виноват шим-контроллер а потом такой но в принципе он работает он запускает по идее не должен быть он неисправен все же отлично работает дальше я начал смотреть сигналы ps он и power good и смотрите серый в данном случае это ps он ps он а зеленый это power good то есть наоборот попутанные провода да но они не то что попутаны так они сделаны и самое интересное что я увидел что на ps он вот ps он провод вот это ps он стоит электролит его шунтирует электролит а электролит стоит на 2 и 2 микрофарада что делает этот электролит как я думаю он по всей видимости какие-то убирает не знаю какие-то наводки или что-то или что-то другое но я решил думаю блин да ну его нафиг убрать его и самое интересное что пропал авто старт давайте попробуем смотрите сейчас он в клуб он запаян и авто старт у нас есть так подключаем сейчас мы запускаем блок так вентилятор вентилятор вот так вот так отлично чтобы видно был вентилятор и индикацию и я включаю питание о блок вообще запустился и работает хотя пояс он отключен вот как такое бывает смотрите ps он отключен то есть о выключился все сам сам выключился о включился выключился то есть что-то 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 влияет а что даже не пойму что то есть какая-то хитрая комбинация короче какая-то наводка что ли не пойму даже вообще в чем с чем это связано может быть даже не представляю все перестала да вот нажимаем ps он все блок запустился и он работает вот на всю мощность выключаем вроде работает опять выключим питание и включаю авто старт был и потух ну короче вот сейчас не стартует да так значит теперь мы выпаиваем вот этот конденсатор прям онлайн все буду делать дабы не прерывать процесс чик 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 на самом деле первый раз вижу по моему насколько помню я по поясону не стоят конденсатор конденсатор зачем китайцы поставили конденсатор я пока не знаю может я чего-то не понимаю кто шарит ну блин поделитесь мыслями да господи ну короче 2 и 2 микрофарада все мы выпаяли его подключаем сюда все это самое чтобы было видно все четенько подключаем питание оп и нет автостарта чудесно вла выключая снова включаем нет автостарта запускаем материнку оп поясон выключаем выключаем пилот типа мы снова сейчас подавать будем напряжение все дежурка потухла все разрядилась включаем нет автостарта зачем это зачем этот конденсатор непонятно ну да не суть дело не в этом на самом деле мне по боку этот конденсатор и автостар потому что я поясон сразу буду запаривать на землю то есть у меня блок всегда будет в режиме активом находиться ну вот такая вот непонятная схемка для чего это сделано мне не ясно жду комментариев для чего это я не знаю блин может каких-то этих наводок фиг знает непонятно а вот сейчас я поясон зажатый оставил выключил пилот на то включить ну все как бы работает выключаем поясон включаем пилот включаем пилот нет автостарта включаем пилот нет автостарта ну я не знаю я не знаю для чего так сделано кто знает поделитесь очень интересно так конденсатор я этот смотрите обратно возвращаю он причем исправный да сейчас замер сделаю замер кондер чека что он не какой-то там не фальшивый там или еще руки то есть как бы я не знаю нареканий на него нету он 2 и 2 микрофарада то есть у него 2 ома сопротивление 0 5 утечка но это вполне отличный кондер вообще просто но он по сути он и не должен тут по параметрам уплыть даже я не знаю даже в самое жесткое военное время то есть ему ничего не будет потому что он здесь работает в таком в light режиме у по так сейчас подпаиваем кондер чик и я вам покажу что обратно вернулся автостарт и видите да автостарт он бывает прям чуть-чуть автостарт а бывает прям реально прямо автостарты поехал он блок работает крутится так вот подаю питание смотрите и по кулеру и по индикатору об видите автостарт пошел выключаем об видите автостарт прошел да ну вот для чего китайцы это сделали я не знаю ребят ну поделитесь мыслями я знаю много ребят умных блин я не такой умный я не разобрался я нашел да в чем причина но я не разобрался почему и как это работает вот на этом у меня такой обзорчик ремонт я не знаю как это назвать колхоз не колхоз закончен да дальше я уже за крат кадром будут делать переделывать блок питания ну наверное это не особо кому-то интересно ну как я переделаю я просто выпаиваю провода поясом кидаю на землю и все остальные провода просто тупо выпаиваю даже дежурку выпаиваю ничего не надо нужны будут только вывод по под плюс 12 под плюс 5 вольт и земля все вот и я его отдаю уже человечку он будет использовать его по своим нуждам требованиям и тому подобное то есть вот такая вот штука не знаю я не знаю не знаю ничего не понимаю но блок сказать что прям хороший не нельзя фильтров нету этот самый трансформатор совсем маленький 250 ватт не знаю потянет нет и охлаждение конечно не очень ну да боксе это уже не суть на этом у меня все всем кому нравится вот такие ролики да такие непонятные какие-то разработки и тому подобное вот все будет у меня у меня будет все и самое интересное поэтому ставьте лайки подписывайтесь пишите комментарии вы были на канале домовой всем желаю здоровья всех успехов и пока чоу тут и сказки конец а кто слушал молодец не поминайте лихом пока